Добрый день, уважаемые! Сегодня у нас в эфире очередной выпуск дневника моего аквариума. И сегодня мы поговорим о двух вещах. Во-первых, о, в общем-то, закончившейся, тьфу-тьфу, через левое плечо, болезни в аквариуме у всех рыб, кроме одной. И, во-вторых, по поводу вот той самой одной рыбы, у которой все не закончилось, вообще для меня все совершенно непонятно. Значит, я напоминаю, что, ну, где-то две недели назад у меня обнаружились в аквариуме массовые проявления рыбьей манки, ихтиофтериозиса, ихтиофтериоза. Я с ними лечил, лечил рыб, и, в общем-то, у всех все хорошо. И сейчас постепенно аквариум возвращается к нормальной жизни. То есть, проведены все обработки, убраны лишние химикаты при помощи активированного угла из воды. Я уже ничего не добавляю в воду из лекарств. Пока еще чуть-чуть там на полградуса, на градус выше температура, потому что я постепенно снижаю. И свет пока еще не вышел на прежний уровень, хотя, на самом деле, оно так неплохо растет. Может быть, я даже и останусь на таком уровне света, это видно будет. Ну и вот, как вы можете видеть сейчас, то есть, аквариум, в принципе, выглядит вполне себе нормально. Он подзарос за две недели уросто. Я вчера, нет, позавчера вытащил тонну растений лишних, сделал прополку. И, в общем-то, ну вот где-то примерно так он застабилизировался. Это то, что касается аквариума в целом. Теперь, что касается, вот есть так сегодняшняя история, так, аквариум и еще одна рыба. Вот то было про аквариум, теперь про еще одну рыбу. Значит, еще одна рыба – это мой любимый ярко такой оранжевый самец апистограммы кокоду. Он тоже приболел. У него были определенные проявления все того же их тефтериоза. Он прятался, вылезал из-под коряги, из-под кустов там раз в два-три дня. Ел, но ел плохо и вообще не всплывал. Ну и, в общем-то, мне все меньше и меньше это нравилось. И хотя я не хотел его ловить, потому что это всегда страшный стресс, он и так слабый. Но, в конце концов, я его все-таки поймал, пересадил в 10-литровый аквариум-изолятор, постепенно там поднял температуру под 29-30. Лечу малахитовой зеленью, метиленовой синькой, немножко йодистым калием, соленость добавил. То есть, если у меня в основном аквариуме сейчас соленость после болезни порядка 200 ppm, то в изоляторе 300-350, больше я не вижу пока необходимости. Вот. Чай, кстати говоря, добавляют чай, тоже хороший антисептик. И он содержит массу бактерицидных, насколько я знаю, и фунгицидных веществ. То есть, в принципе, это неплохо, только не перестараться тут. Вот. И с тех пор уже прошло, собственно говоря, дней 5, как я его пересадил. Вот сейчас вы видите на записи, это 15 февраля. Вот 15 февраля, он совершенно свежепересаженный. И что наблюдается? Ну, во-первых, он, естественно, перешуганный, это понятно. Стрессы и все такое. Во-вторых, вот если посмотреть на плавники, они выглядят такими склеенными. Это очень нехороший признак. В принципе, здоровая рыба, у него плавники склеенными быть не должны. Он дышит, ну, не то чтобы с трудом, но как-то вот не совсем нормально. И если вот посмотреть на увеличение, сейчас я попробую немножечко увеличить, то у него, в принципе, просматриваются на коже отдельные чешуйки вздыбленные, какое-то вот такое шелушение или язва, там не совсем понятно. И самое главное, он, у него что-то с плавательным пузырем. То есть он может при желании подняться вверх, но это вот как человек, когда гребет, то есть чисто на силе движения, там, плавников или рук, если это человек, вот просто зависнуть на какой-то заданной глубине он не может. Кроме того, он выглядит истощенным и искривленным. Это вот 15 число. Дальше мы смотрим следующий день, то есть это уже пошло. Во-первых, то есть в изоляторе, во-первых, конечно же, вода более теплая, более соленая, это уже само по себе хорошо для него, только не перестараться с солью. Во-вторых, он получает сейчас лечение противогрибковое и противоинфузорий, против инфузорий, а также общее обеззараживающее. Я его кормлю, то есть кормлю буквально там по одной-две крупинки, он активно ест, хотя он неаккуратно ест, и вот здесь вот без грунта, изолятор видно хорошо, что пол рассыпан. Каждое утро я меняю треть воды и заодно отсасываю оттуда весь грунт. Вот смотрите, видите, вот он берет корм, но при этом он так немножко заваливается на бок и вообще усталый. Но тем не менее, вот это 16-е, то есть это второй день лечения, вот можно видеть, что плавники гораздо лучше выглядят. Они еще немножечко, самого малость там видны какие-то склеенности, но они лучше. Кроме того, на чешуе еще видны небольшие там какие-то отслоения или ярошения, но в принципе чешуя лучше. То есть вот сутки в активном лечении прошли, ну, на пользу ему. Вот, это второй день. Теперь, если мы посмотрим дальше, вот у нас третий день, 17-е, то, в общем-то, 17-е в принципе, он выглядит вполне себе здоровым. Ну, как здоровым? То есть у него уже не видно там какой-то склеенных плавников, он активно берет еду, он не заваливается на бок, то есть вот он по-прежнему сидит на дне, но он сидит вполне себе вертикально, и плавники расправились, что важно. Но у него по-прежнему есть проблема с плавательным пузырем, то есть что-то там совсем нехорошо. И я не совсем представляю, что это может быть, и тем более не совсем представляю, как это можно вылечить, если вообще можно. То есть пока как бы, ну вот, кормлю и применяю меры такого общего профилактического воздействия. Ну, а результат посмотрим. Вот, это 18-е число. В принципе, вот 18-е, он выглядит, у него глаза как-то более такие ясные стали. Он нормально выглядит. Но, и он пытается плавать, но опять же у него все еще есть та самая проблема с плавательным пузырем. И по-прежнему нет у меня никаких идей на эту тему, и нет у меня никакого решения этой проблемы. Ну, вот это сейчас он на бок завалился, но это он так, для разнообразия. То есть, в принципе, сейчас он нормально лежит, ну, лежит как сидит, стоит на брюхе, то есть вертикально, так как должно быть. И достаточно часто он движется там поднимается, за корм он легко поднимается, помогает и то, что сам изолятор, в общем-то, маленький, невысокий. Но у него по-прежнему есть проблема плавать. И вот 19-я, сегодняшняя запись, я уже не стал ее делать с увеличением, то есть все то же самое. То есть, в принципе, рыбка выглядит нормальной, не считая одной, но очень важной детали. Она не пользуется плавательным пузырем, и я не понимаю, почему. Я не узнаю, пройдет это когда-нибудь или нет, но это совершенно очевидно, если и пройдет, то не пройдет скоро. Возвращать, держать рыбку в этом изоляторе бесконечное время я не хочу, потому что, ну, во-первых, он маленький, для нее явно маловат, 10 литров, это смешно. Во-вторых, это пара, и я сейчас разбил пару, то есть самец здесь, самка там, это нехорошо. Они потом будут заново устанавливать отношения, и вовсе не факт, что это пройдет ровно. Возвращать в общий аквариум я боюсь, честно боюсь, по нескольким причинам. Ну, во-первых, пока он не может зависнуть в толще воды на желаемой глубине, он стал как бы донной рыбой. А донная рыба у меня есть, и это рыбы крупные, сильные и ранящие при движении, это анциструсы. То есть они не то чтобы там это злодеи такие, но они неуклюжие, как медведи, и могут запросто покалечить зазевавшуюся рыбу. И я сильно опасаюсь, что он как раз окажется в уязвимом положении. Во-вторых, все-таки гораздо выше нужно подниматься наверх, если ему что-то потребуется. Это требует больших усилий, пока ему это просто сложно. Поэтому есть у меня такая мысль, что еще там какое-то время я его подержу в изоляторе, а потом надо будет мне все-таки брать вспомогательный аквариум литров, не знаю, 30-40-60, там видно будет. И пересаживать его туда на долговременный период, по-другому никак не вижу. Ну вот, в принципе, на сегодня, наверное, все. Спасибо всем за внимание. Будут идеи, мысли, пожелания, пишите в комментах, я всегда рад. Ну и вообще спасибо, что были со мной. Оставайтесь, вы на правильном канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok